Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия имени Умара Алиева будет открыта многофункциональная точка притяжения гравитации, а в Северокавказской государственной академии будет создано молодежное студенческое место «Дофамин». Вместе с тем, в текущем году в республике будут открыты Республиканский многофункциональный молодежный центр, центр обучения специалистов в сфере легкой промышленности и туризма, а также палаточный лагерь. 28 апреля в центре «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития состоится ежегодный форум для самозанятых республики. Предпринимателям расскажут о государственных мерах поддержки для самозанятых, о том, как выстроить личный бренд, об основах построения, о финансовой грамотности и повышении дохода, а также о том, как правильно построить бизнес-процессы и с чего начать продвижение при ограниченном бюджете. Молодые предприниматели Карачаево-Черкесии могут обучиться основам бизнеса и претендовать на грант. Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес – первое дело» от Минэкономразвития совместно с ВК и деловой средой поможет новичкам запустить свой бизнес и научиться его развивать. Программа стартует 10 мая и продлится 10 недель. Обучение пройдет в онлайн-формате на платформе деловой среды. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Об этом рассказала начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаево-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы в принципе можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. 27 апреля «Единая Россия» проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». Она пройдет в пятый раз на площадке по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. К патриотической акции присоединятся и жители республики. В регионе будут работать 50 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. До 31 мая жители республики в возрасте от 14 лет могут принять участие во всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе Усть-Джгуте при активном участии горожан может быть благоустроен Сквер Победы, а в микрорайоне Московском – аллея вблизи местного пруда. Карачаевск претендует на благоустройство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустройство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. В России продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки, где будут проходить военную службу, рассказал военный комиссар Карачаевой Черкесии Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и обуваление военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Республиканская столица готовится к майским праздникам. В городе продолжается покос травы, подготовка газонов к весенней высадке клумб, а это более 450 тысяч деревьев и цветов. Обновляются разметки, красят бордюрные камни и ведутся другие весенние работы. Как написал в своем телеграм-канале мэр Черкеска Алексей Баскаев, озеленение коснется всех общественных территорий регионального центра. Карачаево-Черкесская республика в четыре раза увеличила отгрузки зерна, кукурузы и почти на тысячу тонн отгрузки свежих овощей. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора, комментирует старший государственный инспектор Зинаида Исаева. С начала года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка более 34 тысяч тонн подкарантинной продукции при вывозе с территории Карачаева-Черкесской республики. По сравнению с предыдущим годом, республика нарастила поставки зерна. Так, за этот период уже отгружено свыше 29 тысяч тонн зерновых, что примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область. Помимо зерна с территории республики идет отгрузка тепличных свежих овощей. Поставки в регионы выросли на тысячу тонн. С начала года проконтролировано более 5 тысяч тонн овощей, тогда как за аналогичный период прошлого года чуть больше 4 тысяч тонн. В рамках клуба выходного дня, организованного региональным Министерством образования и науки, учащиеся школа Базинского района отдохнули в загородном детско-оздоровительном лагере «Адель» поселка Домбай. Для детей был организован интересный и насыщенный досуг с различными конкурсами, викторинами и играми. Дети с удовольствием прогулялись по Домбаю, с радостью прокатились на ватрушках, поднялись по канатной дороге, где прекрасные горные виды понравились ребятам еще больше. А на базе загородного детско-оздоровительного лагеря «Гранд Виктория», а также в рамках клуба выходного дня, прошла интеллектуально-познавательная программа «Хочу все знать». Многогранная, интересная и энергичная программа не оставила равнодушными как детей, так и взрослых. Ребята проходили квест по станциям «Я художник, я так вижу», «Эрудиты», «Привет из детства» и другие замечательные станции. На каждой из них дети могли показать себя, блеснуть умом и логикой. Вечером все присутствовали на творческом концерте, посвященном году наставника и педагога. Ребята пели песни, танцевали и читали стихи, а также играли в КВН. МВД России информирует об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции «Бессмертный полк». Комментирует информацию официальный представитель МВД России Ирина Волк. Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фотоорденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, которые используют в своей профессиональной деятельности транспортные средства. В этой связи Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. 29 апреля в Черкесске пройдет первый республиканский хакатон «Код 9» – мероприятие для любителей программирования. Это уникальная возможность для разработчиков, дизайнеров и технических гуру собраться вместе, чтобы создать инновационные проекты, применить свои навыки и проявить творческий потенциал. Участников мероприятия ждут увлекательные тематики и вызовы, предлагающие новые идеи и решения, возможность работать в командах и обмениваться опытом с другими профессионалами, опытные наставники и жюри, которые оценят работу и предоставят обратную связь. В Карачаево-Черкесии задержали банду из семи человек, придерживающихся идеологии движения «Аристантское уголовное единство». Злоумышленники собирались устроить революцию в местном СИЗО, сменив так называемый «красный режим» на «черный». Было решено взять на себя недавние преступления в республике, чтобы попасть в изолятор и устроить бунт. Почву для осуществления своего замысла преступники готовили заранее, переправляя за решетку уже сидящим сотоварищам деньги и телефоны с помощью беспилотников. Для поддержания финансовой стороны вопроса злоумышленники совершили множество краж и вымогательств в разных регионах. Правоохранители уже задержали бандитов и провели обыски в их домах. На майские праздники на курортах республики забронировано более 75% номерного фонда, а в ряде крупных и популярных отелей уровень бронирования достигает 95%. Это почти на 5% превышает показатели за прошлогодние майские выходные. Традиционно у гостей республики популярны Дамбай, Архыз, Медовые водопады и Тибердинский национальный парк. На курорте Архыз туристы смогут подняться на гондольной канатной дороге до высоты 2300 метров к смотровой площадке, прогуляться по экотропе, отправиться к озерам и водопадам в окрестностях курортов и на экскурсии к памятникам. В Дамбай на сегодняшний день продолжается горнолыжный сезон и продлится он до середины мая. Для гостей на курорте работают 8 канатных дорог, подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, в том числе широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов. В эти дни в Черкесске проходит 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти заслуженного тренера России Михаила Чукова. В состязаниях принимают участие команды Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Победители турнира в своих весовых категориях получат право выступить на первенстве России среди юношей до 16 лет, который пройдет в мае этого года в Туле. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременная дождь и гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23, в горах местами до плюс 15. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.